добрый день сейчас мы находимся в салоспилсе где я хочу продемонстрировать установку еще нашей замечательной горелки фироли sun p7n в твердотопливный котел сима которому 11 лет здесь вот к сожалению даже не видно вот так разве что вот он сима и здесь что у нас получилось здесь был небольшая заминочка у меня в каком плане что когда мы делали отверстие со смещением на 1 сантиметр вниз и вправо в сторону петель именно при таком расположении получается у нас не цепляет горелка вот этот от краешек до котла то получилось что здесь мы установили новую веревочку так вот она веревочка новенькая и нужно было вот в этом месте где вот этот винт там установить шесть шайбочек здесь и 6 шайбочек внизу тогда она стала но нормально закрываться то есть мы сначала с хозяином тоже нам учились как это все снять вот эту вот такую вот еще одну решеточку в этой нижней дверце да но тем не менее мы ее сняли вот получается что нас еще немножечко затопило вот здесь когда мы делали вот эту вот розеточку потому что для горелки фироли нужно одна розетка для самой горелки и для салуса это температурный комнатный датчик работающий через интернет тоже под питание 230 вольт а вот это вот еще одна на у нас самая нижняя да вот эта розеточка она для вот этого насосика который тоже полетел и заменили на вилловский дальше и нечаянно открыли ногой вот этот вот кран который нам дал давление городской воды в системе сюда 5 атмосфер и у нас сработал вот этот вот взрывничок и все у нас благополучно вылилось на пол литров наверное 100 хорошо что здесь сделан дренаж вот под этим люком и это все туда у нас как бы и ушло то есть дальше у нас когда все заработало я сделал под 45 градусов вот этот вот шибер для того чтобы кпд котла увеличить да и здесь еще один разок был такой была такая ну как бы дым сюда пошел да это от того что вот здесь вот скопилось зола от дров и от угля шлаг да и нету так достаточной тяги чтобы идти вот в этот дымоход вот поэтому перед тем как устанавливать горелку старайтесь прочищать дымоход здесь хозяин предоставил мне вот этот вот бункер это я уже наверное говорил просто третий раз записываю уже путаюсь человек говорил что не говорил вот этот датчик у нас в комнате находится в зале его надо ставить да сейчас его просто демонстрирую вам чтобы вы видели как он выглядит вот и сейчас у меня пауза небольшая что я хотел а я спросил у хозяина почему же он принял решение установки вот этой гранульной горелки и он как бы сказал что у него было три варианта это поставить аккумуляционную емкость первый вариант второй это поставить на отработке и третье на гранулах то есть и в итоге остановился на гранулах потому что это самый чистый потому что на отработке это ну во первых это емкости надо их чистить надо еще там чего-то делать да то есть фильтровать и потом как этот мусор из этой емкости оттуда вытаскивать тоже непонятно данный плюс это будет запах это будет дым от гранул нету но не запаха не дыма только в момент поджига примерно 30 секунд вот ну так в принципе все благодарю что послушали всех благ задавайте вопросы ставьте лайки буду рад отвечать на все вопросы до свидания